Сегодня я начинаю этот влог после трансляции в перископе и, собственно говоря... Всем привет, Россия тоже на связи. Это у меня Зела, наше окит-окит-окит-приложение, с которым мы общаемся. Это Игорь из Харькова пытается пробиться. Так, я сейчас снимаю видео после трансляции в перископе для канала YouTube. И вы можете зайти, передать привет на канал YouTube. И скажите, как вас зовут, и что вы, где вы, кто вы, зачем? Игорь, я уже сказал, но тебя не услышал. Можешь повторить? Это уокит-окит-зела, рация Зела. Поэтому будет желание скачивать это приложение, и будем общаться с вами голосом в эфирах и за эфирами. Привет, Олег. Все, как всегда, на позитиве. Классно. Сейчас зайдем, будем смотреть твои видео. Видео это я сейчас как раз снимаю. Я сейчас нахожусь в горах. Мы провели трансляцию в перископе. И вот я сейчас в режиме съемки нахожусь. Сейчас запись идет. Хочу выложить это видео о том, как мы с вами общаемся в Зела. И, ну, помогите мне продемонстрировать этот интерактив. То есть мы с вами говорим со всей, так скажем, планетой в режиме голоса, в онлайне и в оффлайне. Вот, Игорь, ты меня слышишь? Отзовитесь тоже, скажите, где вы, что вы. Очень удобное приложение. Меня научило им пользоваться Серега. Кстати, да, 4 человека в эфире и все из разных стран. Украина, Беларусь, Россия и, собственно, США. Из УВА. Да, приложение бесплатное, оно скачивается и для андроида, и для устройства Apple. И устанавливается, вы делаете свой, так скажем, можете сделать свои каналы. Так вот, Сережа из Челябинска, он как раз зашел ко мне ВКонтакте и написал. Серега, ой. Опять в самолете. Опять в самолете, да. Так плохо слышно, Игорь? Да, сейчас в самолете, еще побоюсь. Игорь находится в самолете, поэтому слышимость такая ужасная. Слышно тебя, Игорь, вообще ужас. То есть такое через слово можно понять. Поэтому в движении, когда многие находятся, это, конечно, связано и с качеством интернета, и с качеством, так скажем, связи вокруг вас. Так, кто там следующий прорвется? Ну-ка. У нас обычно, когда мы общаемся, то активность бывает такая, что люди не успевают нажать вот эту круглую кнопку. Это как раз круглая кнопка, которую вот нажав на нее, вот нажимаешь, люди говорят. То есть это кнопка для запуска, запуска сообщений. Вот. Но, как и любой канал, любой канал на Ютубе, в Перископе, в Зела, он требует своего ведущего. Очень, очень плохо тебя, Игорь, слышно. Требует своего ведущего. Поэтому я последнее время на Зела не заходил, наверное, несколько недель. Знаете, а нету ведущего, нет вожака, канал пустеет. Ну, каким образом? Активность на нем снижается. И, собственно говоря, вот сейчас в режиме видимости я вижу 10 человек. В режиме активности только 4. Обычно это в 3-4 раза больше. То есть в режиме активности находится 16 человек прямо со всего мира. И мы в режиме общения вот таким вот голосом общаемся. Я возьмусь за этот канал, и мы будем с ним продолжать работать. Вот. И всех друзей приглашаю. Я поразмещу ссылку здесь под видео в описании, как к нам попасть в Зела. Ну, собственно говоря, я начал этот влог и продолжу его в движении. Я уже спускаюсь. Я спускаюсь с горы. Поднялся я на нее при помощи трансляции в Перископе. Пообщался с друзьями. Кстати, ссылку опять же размещу здесь. Чем YouTube хорош, что видео, которые ты заливаешь, ты можешь в описании скинуть все, что угодно. Абсолютно все, что тебе хочется или нравится. Поэтому я, как человек решающий, что здесь размещать, конечно, размещу две эти ссылки на Зела и на Перископ. Я не знаю, зачем я воспользовался пальцем и решил выключить видео, нажав пальчиком. Наверное, отключившись, забыл, что у меня в руках DJI Osmo Mobile и пульт управления находится у меня в руках. То есть, как рукоятка пистолета, достаточно большим пальцем нажать кнопку «Стоп». Величественные пейзажи здесь. Вот эти вот все подъемы моих гор, да, дают возможность увидеть и такую великолепную картину. Ну и, собственно говоря, подышать чистым, свежим воздухом. Будем подумать, в том числе и пообщаться с людьми, которые здесь ходят в горах. Мне сегодня подвелось, так скажем, пообщаться с дедулей. Ну, как бы, как я в общем могу назвать, ему 80 лет. 80-летний мужчина уже спускался с горы. Я взял у него небольшое интервью. Он бывший летчик гражданской авиации, ему 80 лет. Он ходит регулярно в горы. У него очень много друзей, которые и старше его, и младше незначительно. Ну и все занимаются активным спортом, занимаются, так скажем, более-менее правильным питанием, ходят в церковь, живут и наслаждаются. Мне лично эти походы очень помогают сосредоточиться перед рабочей неделей. Для того, чтобы освежить, так скажем, забитую голову различной информацией со всего мира. Я уже говорил, что мы в большинстве своем напичканы различными комплексами, которые нас одарили родители, государство. Поэтому периодически нужно от них освобождаться. Освобождаться путем общения с собой и с людьми, возможно, нагово выше себя. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Я вас видела! Да, мы видели вас раньше. Да, да, да. Да. Вы живете здесь? Да, да. Только одна вопрос. Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет это не номер. Это нормально. Я был 70 лет. Да, немного лет. 70 лет. Я встретил сегодня одного парня. Эйди. О, да, да. Я слышал. Это как мне. Молодцы. Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет. Я был вот в шоке. Я был вот этим. О, да. Это он. Да. Мы уже говорили, когда я видел. Всем добрый день. До свидания. Ты ходишь на открытый? Я буду вот так. Нет, следующая неделя открытый 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 открытый. Я не открытый открытый. Я не открытый открытый. Я хокер. Я тебя видела много раз! я видел много раз эту женщину она и 70 лет и она тоже ходит в горы и она увидела меня и уже такая на расстоянии пытаясь сказать какие-то знакомые слова по-русски как это мило как это мило и лишний раз показывает что люди 70 лет 80 лет могут быть крепкими молодыми и здоровыми поэтому не стоит себя хоронить как это себя себе делают многие как я вчера я рассказывал в трансляции женщине которые мы вчера видели на дни рождения не знаю она моя ровесница и 45 лет но она когда говорила тост она сказала следующее я москвичка не 45 лет и в таком возрасте я уже имею право ну и так далее я так подумал какой такой же возраст 45 лет мы с миссанюта переглянулись на так это стало непонятно какой же такой возраст 45 немножко поставил айфончик свой подзарядиться потому что очень долго и трансляция было по моему около двух часов нормально нормально очень хорошо батарею держит и я рад своим телефоном уже спускаюсь и солнышко такое яркое чем жарко на улице реально не просто тепло реально столько народу поднимается в гору good morning многие забираются делать сюда снимки сэлфи фотографии девчонки сидят на камне делают но они фотографируются для них такая забава идет человек и разговаривает на каком-то неизвестном для них языке для но они я представляю это то же самое если где-нибудь под рязанью шел бы американец с палкой и сидели бы четырнадцатилетние девчонки на пенечках они даже рожали такая же ситуация у него сзади рюкзак дага кресло куда сажается kinder и у тебя на спине такой маленький kinder сюрприз прикольно очень часто встречаю семьи которые берут с собой ну практически гдовалых детишек на подъем на высоту следующие выходные мы идем всей семьей за бугром и за бугром лайф подымется на инклайн мы пойдем надеюсь снега не будет потому что очень будет опасно тогда все таки наверно нам придут придется отложить эту идею но машу и павлика миссанюту беру следующий раз заходил сейчас на трансляцию в перископе к наташеньке наташек вчера купила apple компьютер чуть не упал точнее чуть не упал не считается apple компьютеры она делилась впечатлениями наташенька ты такая молодец действуй дальше также красавица у меня нету apple компьютера но скорее всего в ближайшее время я тоже себе возьму чет я буду отставать судья я что слабое звено нет я тоже себе возьму apple пока я справляюсь у меня очень мощный windows скажем компьютер мощный очень не а специально брал его под видеоредакцию и так скажем вот такой вот нашпигованный любая программка для видеоредакции для трансляции я могу там использовать но вот как я уже говорил хочется начать редактировать видео вай муви вот я поделился с некоторыми друзьями какая-то классная легкая программа и многие пользуются на телефоне но все-таки быстрее и конечно когда у тебя большой монитор и делать это все все на компьютере сейчас проведем небольшой такой эксперимент побежим с этим стабилизатором бегом скажем здесь хорошие такие преграды поставим камеру на фронт ничего так стабилизация хорошо классно сегодня еще по плану детская спортивная большая площадка но это крытое здание на батутах скай планет вот поэтому я со своей семьей рома с дочерью поэтому мы там еще поснимаем я сделаю небольшой сюжетик как там дети прыгают ну маленький хорошо когда у тебя за спиной холодненькая водичка молодец что поздоровалась наверно полячка говорил и буду говорить на своем канале мужики если вы мужики любите свою семью и заботьтесь о том чтобы ваши дети выросли человеками выросли людьми мыслящими и созидающими чтобы они не разрушали свой мир свое окружение чтобы они делали его этот мир чище крепче и интересней в первую очередь для себя и это можете сделать вы отцы которые дали начало своему детята детята да собственно говоря это не такой сложный процесс для многих очень приятный но самое главное впереди воспитать воспитать малыша и сделать из него свое продолжение соответственно вы воспитываете на своих примерах своих примерах своих жизненных позициях и на своих на своем личном опыте поэтому как можно воспитать если ты сидишь на диване сейчас в рваных носках в лучшем случае я не буду продолжать да что ты дальше делаешь но бросай-ка ты это грязное дело ты знаешь кому я сейчас обращаюсь за стоит пересмотреть свой подход к жизни абсолютно в любом возрасте возраст это вообще придумали трусы трусы которые боятся жизнь жить что-то делать в этой жизни у меня тоже не все сразу дошло какая-то погоня какая-то ломка с деньгами а самое просто простое решение спрятаться от проблемы хорошо показал профессионально это у нас у всех профессиональных алкоголиков есть такое да кстати кто первый раз на моем канале я профессиональный алкоголик но я уже на тренерской работе четвертый год и собственно говоря не рекомендую не просто бухать и вообще не употребляйте спиртное но ни в коем случае никаким образом не является полезным даже даже чуть-чуть это опять же придумали профессиональные алкоголики для начинающих слабаков мы же с вами не слабаки нет поэтому надо шурум-бурум мозгами своими а не чьими-то поэтому они приготовь что-нибудь это мне жена звонит и спрашивает что тебе приготовить с бугром лайф возвращается домой а милый мой человечек спрашивает что мне приготовить сделай мне пожалуйста омлетик нет это не трансляция это видео на youtube сейчас подожди доброе утро солнышко а ты что сейчас делаешь смотришь мультика а ты солнышку сказала привет слышите ребенок мой интересуется солнышко ты кушаешь заенька я скоро приеду мой хороший давай целую скоро увидимся конечно купим зайчик когда поедем в русский магазин мы купим с тобой киндеры много все целую тебя да я хочу картошки все зайчик целую мой хороший давай я скоро буду картошки намечательно в субботу картошечка я я я я люблю картошку а жареную это так приятно слышать от своего ребенка как она мне доброе утро желает и павлуш тоже присоединяется всегда вот он потом просит да и папе тоже скажу и обязательно когда она говорит про солнышко он прямо так солнышко доброе утро солнышко ты покушала это именно машенька обращается к солнцу что на этом сегодняшний влог я заканчиваю большинство того чего я хотел сказать я сказал надеюсь многие меня услышали начинает действовать дело в том что после просмотров моих видео чаще всего я прошу поставить лайк а сегодня я прошу просто начни действовать встань поменяй носки прими душ и вперед с вами был олег с бугром life увидимся пока